Признать себя банкротом даже при наличии задолженности может не каждый. Во-первых, сумма долга по кредитам, налогам и жилищно-коммунальным услугам должна превышать 500 тысяч рублей. Второе условие – срок задолженности не может быть меньше, чем три месяца. В-третьих, за процедуру банкротства придется заплатить. Кроме того, при подаче заявления гражданин обязан платить государственную пошлину, которая составляет 6 тысяч рублей, и перечислить на депозитный счет арбитражного суда 10 тысяч рублей – это сумма, которая подлежит выплате финансовому управляющему, которая, если выводится процедура, утверждается судом для проведения данной процедуры. Если денег на все не хватит, процедура банкротства будет прекращена. Чтобы стать банкротом, придется потратить и немало времени. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд по месту жительства. Помимо заявления, необходимо предоставить список кредиторов, суммы просрочки, перечень имущества, состояние банковских счетов, ценные бумаги и предметы роскоши. И только проверив, насколько предоставлена информация о соответствии действительности, суд вынесет вердикт. Законом предусмотрены три процедуры, которые вводятся в отношение банкротства физических лиц. Это реструктуризация долга, реализация имущества и мировые соглашения. Предусматривает новый закон и защиту от мошенников. В том случае, если человек намеренно пытается уйти от уплаты долга через процедуру банкротства. Так, в анализируемом периоде направлено на рассмотрение четыре материала по признакам преднамеренного банкротства и по признакам неправомерных действий при банкротстве. По направленным сообщениям возбуждено одно уголовное дело. В отношении остальных должников в настоящее время продолжается проверка правоохранительными органами. Сам гражданин также обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, когда размер его долга составляет не менее чем 500 тысяч рублей. Эта обязанность должна быть исполнена в течение 30 рабочих дней со дня, когда гражданин узнал о данных обстоятельствах. Раньше должнику грозило распродажа имущества и даже выселение из квартиры. А новый закон гарантирует минимальный уровень защиты прав гражданина. Так, например, в имущество, подлежащее распродаже банкрота, теперь не могут попасть единственное жилье, если только оно не взято в ипотеку – предметы домашнего обихода за исключением драгоценностей. Например, признак неплатежеспособности может отличать, что гражданин прекратил расчеты с кредиторами, размер его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества, имеется, например, постановление судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания в связи с недостаточностью у должника гражданина имущества. Эксперты напоминают тем, кто решил признать себя несостоятельными, что банкрот – это черная метка в кредитной истории. После такой процедуры взять суду, кредит или ипотеку довольно проблематично. Также нельзя быть зарегистрированным в качестве ИП, и в течение трёх лет банкрот будет не вправе участвовать в управлении юридическим лицом.